Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер и канал Ни Слово Об Играх. И мы продолжаем таки проходить многострадальную Гран-Туризма 3. Ой, когда же была там последняя серия? Да совсем недавно, в принципе. Почти два года назад. Ух, ну что же, могу только извиниться перед вами за такое. Конечно. Вот, но... Те, кто в курсе, те знают, что у меня тут и Сонька ломалась, и меня не было вообще в стране, хрен знает где, бултыхался. Вот, в общем, так или иначе, мы продолжаем. Ну, маленьким утешением вам может служить то, что вот я теперь могу, точнее вы меня можете видеть, я-то вас не могу, как и не мог раньше. Вот, это раз. И второе, картинка Гран-Туризма 3 сейчас должна стать лучше. Мы проапгрейдились, протюнинговались, и теперь Сонька подключена через компонентный кабель, поэтому картинка должна стать четче. Вот. Можете даже сравнить NSX с прошлой серией, с NSX, с этой. Вот. Ну, как бы, небольшое утешение, но все-таки. Ну, как я вам и обещал в прошлой серии, которая была совсем недавно, в этой серии мы с вами давайте заглянем в чемпионаты раллийные. А для этого нам нужна какая-нибудь раллийная тачка крутая. Давайте возьмем целику, например. Вот. Возьмем целику. Вот такая она у нас. Разукрашенная в цвета кастрол, естественно. Так. Почему мы пойдем с вами в раллийные чемпионаты? Потому что у нас большие проблемы с деньгами. А денег можно наш крести именно там, именно в раллийных чемпионатах. Но не за сами чемпионаты, а за машины, которые там дают. Надеюсь, что дадут нам что-нибудь стоящее. И мы это сможем продать. Так. Идем у нас... Что тут у нас? Третья трасса. Смоки Маунтен. Тут, кстати, нарисована корову. Но мы на целики туда ввалимся. Так. Давайте посмотрим сначала, что нам там должны дать. Ой, пять тысяч. За второе и последующие места ни черта не дают. Ну, а ниже второго тут, как известно, вообще места нету. Так что на подиум попадем в любом случае. Иенто не может не радовать. Правда, ноль денег за это получим. Но надеюсь, удастся выиграть быстренько-быстренько. Так, мы наваливать будем с импрезой бачком. Бачком-бачком. Так, а куда это они без нас поехали? Ладно, погнали. Давайте посмотрим, чей дрифт-то круче. Subaru против Toyota. Вечное противостояние в раллийных гонках. Ну, насчет картинки, да, должен сказать, что, в принципе, мы с вами уже проводили тесты весной. И, собственно говоря, вы-то уже, наверное, почти все знаете, что теперь у меня вторая Сонька, которую я тоже сравнительно недавно сравнительно там купил. Тоже весной где-то. Вот, теперь она подключена через компонентный кабель. Ну, то бишь, пяти-тюльпановый. И это дает плюс, конечно, к изображению. То есть изображение становится четче, уходит мыло. Картинка становится четче, ярче, насыщенней. Вот, мы с вами уже на стримах-то играли в Gran Turismo 4. И мы могли оценить разницу. Но, тем не менее, Gran Turismo 3, конечно, в такой оболочке у нас еще не была. Так что это в некотором роде дебют. Так, что-то мне не нравится, как импреза уезжает. Я должен признаться, что перед записью серии я, конечно, потренировался. Потому что, сами понимаете, я третью часть не включал уже, ой-ой-ой, как давно. Но, поэтому я тут поездил немножечко. Вот, был удивлен физике. Опять надо привыкать. Потому что физика, ну, мы уже там суждали, даже от четвертой части сильно отличается. Так, больше такое, как бы, у машин больше склонности вести себя, как обмылки. Скользят, в общем, они тут. Не слабо так. Воу-воу-воу-воу. Первым-то приятнее ехать. В лицо не летит гравий. И дышать лучше. Нету выхлопа. Из-под импрезы. А вообще, так по менюшкам полазил. Наверное, мы с вами в скором времени, я так думаю, приступим к чемпионатам на выносливость потихонечку. Там тоже, я глянул, правда, под них, под все, нужна лицензия International. Поэтому надо за нее браться потихоньку. Что такое? Что-то нос чешется. Видимо, пыль попала все-таки из-под импрезы. Поэтому надо будет пройти International лицензию. Их, собственно, две нам осталось с вами. Получить ее и суперлицензию. Как ни странно, для чемпионатов на выносливость Endurance суперлицензия не нужна. Они все подпадают под лицензию класса International. Даже если машины там не гоночные, а там есть такие чемпионаты, все равно лицензия нужна a International. Так, ага, вот. Ну, неплохо, неплохо. Первая гонка. Одолели. Одолели. Хорошо, что с первого раза. Я, блин, боялся, что застрянем. Ну, в принципе, тут, насколько мы помним, у нас три раза будет дуэль, собственно говоря, вот с этой машиной. И с каждым разом она будет становиться все мощнее. Вот, поэтому нам сейчас надо целику немножечко так прокачать. Так, ладно, реплей не будем смотреть. Ексит. Денег, конечно, дали совсем немного. Так, тогда выходим. И надо посмотреть, что нам можно прикупить на нашу целику. Так. Турбо-комплекты. За пять тысяч. Так. Две стадии можно взять, да? Больше ничего нет. Так, ну на вторую нам не хватает. Давайте глянем, сколько тут мощей. Четыреста двадцать пять. Четыреста двадцать пять. Красивая цифра. Так, ну смотрите, мы пятеру заработали. Пятеру же можем потратить на первую стадию. Она как бы уже сама для себя на запчасти заработала. Давайте возьмем. Почти пятьдесят лошадей нам добавит это дело. И с импрезой номер два будет справиться проще. Возвращаемся. Смоки Маунтэн. Дымящийся скал. Ралли дымящихся скал. Вот так вот. Кстати, эта трасса была во второй части. Гран-Туризма. Не знаю, то ли я соскучился по Гран-Туризма третьему, то ли еще чего, то ли вообще соскучился просто по любым проявлениям Гран-Туризма. Мне сейчас даже ралли таким убогим не кажется. Но это первые полчаса. Или, скажем так, первую серию после долгого перерыва, наверное, скорее вот как-то так. Потому что, ну действительно, мне что-то прям... Соскучился я по Гран-Туризму, поэтому мне сейчас даже в радость поездить в Ралли. Так, вот видите, мы прокачались, добавили полтинник лошадей, и эта зараза все равно от нас уезжает. То есть она все равно мощнее. Не знаю, что будет в третьей... В третьем заезде, блин. Там надо будет, наверное, вторую стадию покупать. Записываю серию уже достаточно поздно, поэтому немножко зев что-то попал. Извиняюсь. Так, ну что за ерунда-то? Нельзя за рулем зевать, конечно. Так, уже 2,8. Так. Совсем забыл, как выглядит третья GT, поэтому перед... Когда вот ездил, перед записью, что-то мне показалось, что картинка недостаточно хороша. Я даже нашел старые свои записи, вот когда я записывал последнюю серию, вот предыдущую, собственно говоря, когда еще через обычный PlayStation-овский кабель у меня все это дело было подключено. Думаю, дай-ка сравню. Прям в двух плеерах открыл захваченное видео вот с предыдущей серии двухлетней давности почти и вот сегодня. И смотрю, нет. Зря я переживал. Картинка здесь, конечно, четче. Лучше всего это заметно по цифрам и буквам. Прям там они совсем размазаны. Обводы машин тоже, конечно. Ну и так, вдаль, когда смотришь, тоже кажется, что какой-то туман есть. Или как будто в каких-то очках сидишь, которые тебе не подходят. Все размыто. Вот. Просто после PlayStation 4 любая графика будет казаться размазанным мылом. поэтому я так запереживал. Но в целом все хорошо, все нормально. Ай-яй-яй-яй. Куда ж ты, а? Ты че это меня борзая такая, а? Зачем ты меня с диффузор-то целуешь? Так, ну блин, борьба плотная, плотная. Ну нифига она в первый поворот влетала настолько мощно. Опять, поворот прикольный. Он сложный, конечно, очень, но интересный. Закрытый. А-а-а. Что ж такое-то, а? Аллергия на пыль, видать. Напрямой накатывает, вы гляньте. Жесть. Воу-ой-ой-ой-ой. Ты че? Мать, сдурела. Так. Хорошо. Я думал, она сейчас по внешне-то прорвется. Ай, какой закат красивый, а? По чуть-чуть глаз привыкает и снова становятся видны красоты. Гран-туризм 3. Так. Ой, здесь 5 кругов. Ё-моё. Ого, на 17 лучших кругов. А там была у нас что-то 1,19 с копейками. Ну вот. Там почти 1,20. Почти что 3 секунды. Сбросили. Воу, че ты тебя таки донула-то? Ой, хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. С травы выезжай-выезжай-выезжай-выезжай-выезжай-выезжай. Так. Ступим немножко нечестно. Отвали. Нет, все равно вперед вылезла, зараза. Так. Хорош бортаться. Блин, интересная гонка. Последний круг какой прям напряженный. Борьба будет идти до последних метров дистанции. Тихо, тихо, тихо. Держи. Да, куда? Собака. Пролез. Ой, а блин, обходить его негде уже. По-моему. Только если в последнем повороте. Ну, блин. Эх, все. Придется перезаезд сделать. Собака пролез, блин. Пролез просто как этот. Чертик, блин, из табакерки вылез. Собака такая. Ааа, импреза. Ооо. Да. Рано я радовался, что мы первую гонку прошли. А с первого раза. Тут вот не получилось. Да. Блин, полсекунды, все. А что отсюда нельзя перезаезд делать? Ммм, двойка. Я тут, кстати, пока ехали в этой гонке, я тут вспомнил одну вещь. Вот видите, у меня тут вроде на Таити Мейс. Вот я, ей-богу, хоть убей не помню. Но, по-моему, вы вот этого не видели, как я вот это проходил. Вполне возможно. Я уже забыл. Потому что у меня, когда навернулась как раз Сонька, по-моему, я прошел вот эти чемпионаты, засейвался, ну, серию записывал. И где-то там в конце она у меня крякнула. И что-то я, в общем, расстроившись, я эту серию так и не выложил. По-моему, как-то так. Вроде бы. Хотя я могу ошибаться, блин. Надо посмотреть на канале. В общем, если вы эту серию не видели, вы, конечно, извиняйте. Но она канула в лету. Вот. Здесь я ничего не путаю, конечно. Так, ну чё, перезаезд, перезаезд. Блин, чёртова импреза. Как всё с тобой неоднозначно-то, а? Так, первый поворот надо скоростнее, конечно, проходить. Так, и вот здесь, блин, она тоже шустрее проходит. Ну, хотя, всё зависит от того, как мы этот поворот, конечно, проходим. Если ошибиться там, то да. Там же она и вылезла, блин. На последнем круге. Короче, надо аккуратнее. Вот она, кстати, и последний поворот, в принципе, проходит тоже так плохенько, но зато она накатывает потом вот здесь, на асфальтовой части. Потому что она мощнее. Газ в пол-то она прям лупит. На полную мощность. Так, вот она улетает. Но она, правда, потом в стенку врезается, конечно. Затупляет. Так, вот здесь без тормозов прохожу эту эску, в принципе. Если хорошо по траектории войти, то можно там, даже не сбрасывая, влететь. Так, вот здесь, блин, надо притормаживать. Ааа, занесло! Плохо, плохо, плохо. Так, хочется посмотреть назад, ну, блин. Вау! Ой-ой-ой, да ты прям совсем у меня в бампере сидишь. Да, как ты так-то, а? Ну, я ошибся, да, в последнем повороте вынесло. Блин, а сейчас еще и напрямую оторвется. А в ралейном режиме вообще слепстрим есть, нет? По-моему, нету нифига. Ааа, еще и в первый поворот вошел просто как-то. Плох, последний. Ааа, ладно, уф, да дофига это не последний еще. Вообще закосячил этот круг. И в эску плохо вошел. Так, бип-бип. Эть, тихо. Думал, и так войду, не стал еще подруливать. Так, здесь вот надо вот так вот прямо резать. Во, сразу она отстала. Дурында. Так, у меня в прошлый раз 1.17 даже какой-то круг там прострельнул. Сейчас что-то пока и близко не могу подобраться. Мать. Опять прямо уехала. Но это лучше, чем она обошла, конечно. О, больше секунды. Вот здесь накатывает вообще по жесткой, блин. Опять проскочила. Да как ты так-то, а? Тварина, а? Правда, закосячилась там, конечно. Кошмарики. Так, принти. Так, все, пошел последний круг. Будем действовать жестко. По-другому с ней никак. Так, ты тут рядом, да? Сидишь. Пойдет. Сейчас вот этот поворот надо в следующий пройти хорошо. На подъеме. Да чтоб тебя, а! Как же это, блин, опять вписочился-то, а? Нет! Не дамся! Все, я думал, опять солью. Ох, блин. Вот это да. Вот это концовочка. Ё-моё, я аж прямо у меня глаза из орбит повылазили. А-а-а! Фу! Капец, опять там пролезла. Как она там так проходит? Хорошо, что она потом тынь-тынь бочками там поударялась и смог я ее немножечко настигнуть. Но все равно все, на миллиметрах было. О, здесь уже 10 тысяч. Блин, капец. Ужас. Напряженные гонки. Так. Ексид. Блин. Сейчас она еще мощнее станет. Короче, все деньги, которые мы зарабатываем, мы будем тратить, блин, на прокачку. Ладно, стоп, там машину дадут. Так, здесь еще больше кругов, это же трасса. Ладно, давайте турбину второго уровня покупать, потому что, если тут такие проблемы были, то там она вообще будет просто уезжать от нас. Так, 14500. Благо, за вторую гонку больше денег дали. Воу, 425 лошадей. Сколько там, 80, да, нам еще накинут? А у нее, наверное, вообще 500 будет. Потому что она все равно же мощнее. Так. Погнали. Плохо, конечно, что они вот ставят в один чемпионат одну машину, и ты, типа, три раза с ней сражаешься. Однообразие такое. Могли бы разные тачки надпихать. Ну, видимо, это за счет того, что в третьей части, конечно, резко сократилось количество машин. Все равно уходит, вы гляньте. Но уже не так хоть. Но уходит. Но уже не так. Но уходит. Опа! Здесь что, все? Сдулось? На последней передаче. Блин, в первый... О-о-о-о! Она-то входит в первый поворот, конечно, быстрее, но ее вечно сносит. Вот туда. На внешнюю. Так. То есть сейчас уже надо будет, наверное, притормаживать. Ой! Так. Короче, газ опускал. Ладно, посмотрим. На следующих кругах. Я даже не знаю. Мы обычно в Гран-Туризм с вами там частенько разговаривали о Формуле-1. Сейчас такой, получается, перескок будет. В прошлой серии обсуждали, какой там чемпионат 2016 года. Как там. Росберг бился с Хэмильтоном за чемпионат. А сейчас уже на дворе чемпионат 2018 года. Кошмарики. Да. Куча изменений произошло. Вообще, конечно, чемпионат... Ай, скучный, скучный. Ну, благо, вот последние гонки, пару гонок были нормальные. Австрия и Великобритания. Как-то вдохнули немножко надежду, что не все так тускло. А, блин, ну до этого просто кислота была. Никакущий чемпионат. Я какую-то из гонок смотрел. А, Канаду я смотрел. Я так на нее надеялся. Такие надежды возлагал. Ну, то есть, канадский автодром, он же... Там всегда борьба скоростной. Стены близко. Ну, то есть, к тормозам требовательны. Поставил какой-нибудь тормоза, откажут там. Ну, в общем, отличный автодром. Один из моих любимых, кстати. Но нет, и в Канаде была такая же абсолютно гонка, как и все там предыдущие семь. Скучная вообще никакая. Ё-моё. Ого! Она меня чуть обогнать не может. Она меня чуть не перелетела. Вы видали это? Черт, это какой? Начало третьего круга? Хоть это... Хоть реплей включай. Хотел бы я посмотреть на это. Ладно, я, может, как-то врезку сделаю. С этим моментом. Прикольно было бы со стороны посмотреть. Ничего себе. Такое нечасто увидишь. Вот, и, короче, это о многом говорит, что, короче, во время канадского гран-при я, блин, уснул. Это было что-то с чем-то. Я такого не ожидал, конечно, но это о многом говорит. Об интересности чемпионата. Так-то вроде интересно, вроде, ну, по цифрам, когда смотришь, постоянно близко два лидера Феттель, Кэмильтон. Но сами-то гонки, каждая из гонок, черт, они такие скучные. Игрю, благо, вот сейчас две гонки последних. Так, чё это у меня? Как и тебя выносит. Ты вообще куда поехала, эй? Ну, вообще, вот тоже последние гонки, они же почему были интересны? Потому что постоянно у кого-то из лидеров были проблемы. Что в Австрии, что в Великобритании. И просто мы наблюдали прорыв лидеров из глубины, да. И вы знаете, в этом ключе я уже не так отрицательно смотрю на, например, предложение, которое еще, по-моему, при Берни Эклстолу не было сделать, как в Гран-при 2, что перевернутую решетку делать. Ну, как-то или по итогам квалификации, или по итогам предыдущего Гран-при. Черт возьми, это было бы интересно. Каждый раз наблюдать вот прорыв какой-то. Во-первых, и у команд 2-го дивизиона тогда бы шанс появился. Где-то как-то, может, за счет тактики не пустить вперед этих лидеров. Что-то у меня максималка даже меньше стала, чем... Ой, хотел в нее облокотиться. Потому что, когда, блин, они по скорости, особенно сейчас стоят, когда вообще обгонов на вес золота и... Гонки паровозиком, блин, разъезжаются от старта и до самого финиша. И борьбы ведь нет вообще никакой. Впереди имеют... Сзади-то обычно заруба есть. Правда, тоже не всегда. Так. Хорошо, что тебя тут шкивает, парень. В общем, не знаю. И так я в прошлом году говорил. Так же и в этом, в принципе. Те, кто в этом году борются за титул, ну, собственно говоря, те же, которые в прошлом году. Мне по барабану, кто из них станет чемпионом мира. Поэтому мне в гонке за чемпионством смотреть, как бы... Ну, не особо интересно. А так как еще и каждая конкретная гонка скучна и противна, то вообще я... Вот до Гран-при Австрии я вообще думал, что в этом году, блин, перестану смотреть Формулу-1. По крайней мере, пока ничего не изменит. Ну, вот, последние две гонки все-таки хоть как-то чуть-чуть вдохнули жизни. Следующая у нас Санкт-Германия. Покенхайм тоже, по идее... Я уже боюсь, блин, влазить. Боребата должна быть, по идее. Ну, надо, чтобы что-нибудь случилось. Опять. Иначе... А, будут ехать... Паровозиком. Трамвайчиком. Так, вот, 220. Понятно. В ограничителю тыкаемся. Так, власт-флэп. Блин, опять она тут. Как тут. Так, вот. Да ну нахрен. Я ей помог. Я ей сам, черт возьми, помог. Она бы ударилась об другой бортик и затормозилась. А так об меня и... Кошмар. Ой, 7 кругов переезжать. Да ты шутишь, что ли? Все ж нормально было. А-а-а-а. Сейчас потихоньку это... Гран-туризма своим раллийным режимом меня вводит снова. Как ушат холодной воды, короче. Выливает и говорит... Не-не, ты, парень, не расслабляйся. Это ж все-таки раллийный режим, ты че. Одна и та же машина. Просто мы берем, накручиваем количество кругов. Блин, по той же трассе, с той же машиной. Только она еще и мощнее становится. Зачем они еще количество кругов вот это вот постоянно увеличивают с каждым разом? Вот это вообще непонятно. Мало того, что одна и та же машина. Одна и та же трасса. Еще и каждый раз надо все больше и больше наматывать кругов по ней. Просто сделали бы разные машины. В каждом из трех заездов и, блин, одинаковое количество кругов. Ну, хотите побольше, но сделайте усредненное. Пять во всех. Нормально было бы. Ай. Первый поворот еще гадский такой. Ладно, первый-то, в принципе, поворот это ерунда. Это еще целая трасса есть, чтобы потом отыграться. А вот, зараза, вот тот поворот, я его уже бояться начинаю. На горочке которой... Вот что она сейчас меня не обошла так, не пролетела как пуля. Я тоже ошибся. Широко зашел на небольшой скорости. Где она была? Что она, на последнем круге только форсаж вырубает? У-у-у, вообще, что-то куда-то там уехал. Блин, надо было это, коробку чуть-чуть подстроить. Мы здесь напрямую упираемся в ограничитель. Так, ну вот так вот ехать как-то. Чтоб не упираться. КОНЕЦ Разработчики в то время вообще не думали о летсплейщиках и о тех, кто будет смотреть потом эти прохождения. Как, вот, вообще, смотрите, целая серия будет по одной и той же трассе. На одних и тех же, блин, машинах, с одним и тем же соперником. Ну, чё это такое? Ребята, как так-то? Вы чё, блин? Интересно же должно быть. Так, да-да, иди туда. Там и оставайся. Не, не хочешь. Самое интересное, что есть... В напряжении держит. Есть участки, где быстрее я, а есть участки, где быстрее она. Вот, плохо, что участок, где быстрее она, а это, блин, в конце трассы. В начале. Да, у меня тут получается максималка где-то... Да, у меня тут получается максималка где-то... 220... 220... И сбрасывает, а она тут, блин, продолжает разгоняться. Настроена лучше... под прямую. Классная вот эта связка, конечно. Шиканной не назовешь, но такая веска скоростная. А вот эта газская. Связочка. Слепая. Ууууу... Сложная, блин. Так, 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 тихо, 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 тихо. Губы это последний круг. Вообще ведь хорошо прошли. Все бы они такие были у нас в круге 14-8. Газом стараюсь, чтобы не, это, в ограничитель не упереться. Место как на Трилл Маунта. С лучиками солнца. Блин, тоже Гран Туризма Спорт, вот, чуть-чуть о ней давайте поговорим. Обновляют, конечно, они молодцы. А, и... Ладно, по порядку. Но, что-то они плохо меня слушают. Все они добавляют. Вот с последним обновлением добавили Лиман. Circuit de la Sarte. Блин, где оригинальные трассы? Че вы упоролись-то в свои эти реалистичные-то, настоящие, блин, трассы? Вы хоть парочку добавьте старых, добрых-то трасс. Ну, ё-моё, любимых. Вы все это прекрасно знаете и отслеживаете, какие трассы у народа любимые. Оригинальные трассы тоже любят и ждут. Или че? Я не думаю, что там ФИА против. Что они с ФИА сейчас связались. Все у них там прям так реалистично и натуралистично. Поэтому только настоящие трассы они вот и выкатывают. Все-таки игра же это, блин, нереальность. Поэтому меня это печалит. Ну и вообще, Е3 же вот не так давно была в июне. И че-то так и не анонсировали седьмую часть. Не видать, действительно. Не думают ее выпускать. Странно. Че, будут пилить спорт этот, блин? Не, ну они допиливают этот одиночный режим. Но как-то, блин, все равно это не то такое ощущение. Ну то есть, незаконченности какой-то. Все равно это все по ходу в игру внедряется. И как-то, ну как-то не так оно смотрится. Это даже одиночный режим, как в полноценных играх. Хотя он там, в принципе, разросся уже, достаточно большой стал. Но все равно что-то не то. Что-то не то с Gran Turismo Sport. Как-то вот они... Значит, кто говорил, что они не планируют седьмую часть, блин, делать, а будут ее пилить. Я до последнего в это не верил. Поначалу это вообще каким-то бредом казалось. Как-то так. Спорт, вы там будете допиливать. Раз уж вы не будете выпускать Gran Turismo 7 и будете вот этот спорт пилить дальше. Могли бы тогда... Ну как-то и побольше туда дополнения делать. Помассивнее. Просто... А, все? Так за разговорами, значит, мы и финишировали? Ой, отлично. В общем... Я-то думал, они команду на две части разделили. Одна занимается седьмой частью, а другая вот пилит спорт. А раз вы, блин, седьмую вообще не делаете... О, 20 тысяч, хорошо. Сразу купили все. Вот. То как-то тогда... В принципе, если это учесть, что вся команда работает только над спортом, то как-то... Движуха-то слабоватая. Так, ну давайте машину, машину. Ралли. О, форт. Фокус, да? Фокус дали. Ну ладно. Фокус так, фокус. Че там? Так. Сейчас. Так, ну я время глянул, сколько серия идет. В принципе, наверное, и все. Я думал, успеем пару трасс проехать, но... Это, конечно, надо было тогда все с первого раза проезжать. Ладно. Тогда на этом давайте закончим. Вот. И тогда мы с вами, наверное, в следующей серии... Че мы в следующей серии? Либо, короче, пойдем... В iInternational лицензию пройдем. Либо... Либо какой-нибудь большой чемпионат пройдем. У нас тут в Beginnery... Есть даже еще непройденные чемпионаты, да? У нас есть вот большой чемпионат GT World Championship. В общем, будет небольшая интрига. Давайте я вам не буду говорить, что конкретно. В общем, посмотрим, куда мы пойдем дальше. Либо лицензия, в общем, либо в чемпионат дунем. Так, ну а сегодня мы заработали Ford. Так, интересно, за сколько его можно скинуть? Так, а он вверху, да, оказался. Так, ух ты, 87500. Он дороже, чем... Даже целико, по-моему, да? Целико, по-моему, 75 стоит. Да. Целико 75. Лансер 6 тоже 75. Так, это просто четверочка. У нас нейролейная. Так, ну ладно. Я уже просто и забыл, что у нас за машины есть. Что прокачанная, чего нет. Acura RSX, это же интегра, да? Ого, что такая дорогая, 75 тысяч. Нифига себе. Прикольно. Так, а она какая переднеприводная же? Да, FF. Так, ладненько. Ford. Те же, в принципе, 299 лошадей. Ну, не знаю. От какой-нибудь из раллийных машин точно надо избавляться. Как раз деньги будут. Да и у нас есть, как бы, останутся еще машины, на которых можно будет пройти следующие раллийные чемпионаты. В общем, на этом все. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Надеюсь, что вы рады, что мы наконец-то вернулись с Гран-Туризма 3. Вот, надеюсь, что сейчас мы ее все-таки добьем. Все, всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.